Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем рассуждать, праздновать начало великой тайны благочестия, которой апостол Павел говорит. Великая тайна благочестия. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедов в народах, принят верою в мир, вознесся во славе. Так вот, сегодня это первая часть, первая ступень этой великой тайны. Мы вспоминаем, когда Бог явился или явится во плоти, начало этой тайны. Помолимся, чтобы Господь благословил нас. Помолимся о молодежи, которая возвращается как раз в это время из Спакена. Попросим благословений. К Тебе, Богу нашему Отцу, сущему на небесах, ныне мы поднимаем взор, престолу благодати, сердечно благодарим Тебя за великую милость, которую Ты явил в Иисусе Христе. Благодарим, Господи, что Ты совершил то, что издревле обещал. Благодарим Тебя, что поистине, тогда, когда исполнилась полнота Твоего божественного времени, Ты осуществил эту великую тайну. Благослови нас и в этом вечере, рассуждая об этой тайне, взять для себя уроки. Те уроки, что Ты и утром говорил нам, что только смиренным Ты даешь благодать. Ты презираешь, Ты обращаешь внимание на таковых, которые ходят пред Тобою, смиряясь и поклоняясь Тебе, Богу нашему, в Духе и в Истине. Благодарим, что Ты и в этот час вечерний имеешь нечто сказать нам, сказать в утешение, в ободрение, в наставление, для того, чтобы мы были совершенны, усовершаясь, были похожи на Тебя. И готовились, Господи, тогда, когда Ты осуществишь последнюю ступень этой великой тайны, когда придешь за нами, чтобы мы были готовы, чтобы мы были ожидающими и желающими пришествия дня Твоего. Господи, молитва наша о детях наших, о молодежи, о хоре, который ныне в это время возвращается из Покена. Благослови их, благослови путь, благослови транспорт, благослови, Господи, чтобы каждый из водителей, который будет ехать на машинах, был особо внимательным, особо, Господи, не превышали скорость и смотрели за дорогой. Благослови, чтобы все в благополучии могли возвратиться, и мы вместе могли радоваться. Благослови общение, благослови Слово Твое, благослови хористов, благослови участие детей, и пусть все сие вечернее служение будет приятной, вечерней жертвой к престолу благодати. А ныне мы поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Вначале хор исполнит псалом, затем дети выйдут во время пения хора, по конце пения. Сыну, Духу Святому. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНА Jieри клапку СПОКО helmets Мир вам, братья и сестры! Сегодня мы вспоминаем событие, когда было возвещено Марии о том, что в этот мир родится наш Спаситель Иисус Христос. И мы сегодня вспоминаем об этих событиях и проповедуется об этом. Напоминается о том, что Бог выразил свое желание. И какое у Бога желание апостол Павел записал это в Пасание Ефесянам. Он сказал такие слова, что «Мне открыта тайна». И в чем заключалась эта тайна? Что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это тайна Божья. Которая открылась теперь в Иисусе Христе. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Сегодня Богу навязывают такую как бы программу, что вот Бог одних определил на спасение, других Бог определил к погибели. А Бог открыл нам тайну, что Он хочет, чтобы все люди спаслись. Когда-то Бог сказал друзьям Иова, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы не так верно говорили о мне, как раб мой Иов. Вот Иов, он защищался, да, у него трудности были. Но друзья не понимали Божью волю, друзья Бога не понимали. И они навязывали Иову совсем другие понятия. Ты должен понести еще вдвое больше, чем тебе отмерено. Так они говорили Иову. А Бог говорит, я на вас гневаюсь. Вы не знали, что вы говорите. Сегодня многие тоже, не зная о воле Божьей, о желании Божьем, говорят то, что Бог не повелевает. Бог открыл нам эту тайну. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Давайте, братья и сестры, мы будем нести это спасение тоже, эту благодать Божью, тем людям, которые не знают еще Господа. Вместо священного писания, которое мы прочитаем, записано в Евангелии Луки. Из первой главы, из 46 стиха здесь написаны такие слова. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой, о Боге Спасителе моем, что призрел Он на смирении рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и святое имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его». Вот такие слова произнесла Мария. Я хочу остановить кратенько наше внимание на словах, которые выражала Мария, и чтобы мы что-то взяли для себя тоже полезное. Вот Бог призрел на эту деву, Марию, призрел на нее. А почему призрел? Это была смиренная девушка. Она была смиренной. Что такое смирение? Вот мы часто об этом говорим, но что такое из себя представляет смирение? Смирение – это когда мы позволяем кому-то выше нас, стоящему, управлять нами. Когда мы позволяем кому-то выше стоящему управлять нами. И мы выполняем это с доброй душой, с охотой. Мы не ропщим, мы не выражаем недовольства. Мы можем выполнять, когда нами командуют, но по-разному мы реагируем на команды. А вот, когда это выполняется с доброй охотой, как у Марии было. Сера Бога Господня, да будет мне по слову Твоему. Ты мой Господь, Ты мной управляй. И что Ты определил, да будет Твоя воля в моей жизни. И вот такая была Мария. Она дала Богу возможность действовать в ее жизни. Бог призрел на это смирение. И благословил ее тем, что она родила Иисуса Христа. Вторая мысль, которую хочется отметить. О чем радовалась или о ком радовалась Мария? Она не радовалась о том, что она родит Христа и теперь, ну, то, что ублажать ее будут. Но она говорит, возрадовалась о Боге Спасителе моем. О чем была ее радость? И радость была, что у нее теперь есть Спаситель. У нее есть Бог ее. Она родит то младенца, но это ее Спаситель. Она об этом радовалась. И пусть Господь поможет, чтобы мы тоже радовались о нашем Господе Иисусе Христе. И дальше что она выражает? «Презрел на смирение рабы Твоей». Вот Бог призрел на это смирение. И еще одну мысль, которую хочется мне отметить, где она говорит в 49 стихе такие слова. «Что сотворил мне величие». «Сильный и свято имя Его». Бог сотворил величие для Марии. Не люди это сделали, никто другой. А Бог ей сотворил величие. Братья и сестры, хочется отметить, что когда Господь наполняет наши сердца, когда Он Духом Святым наполняет нас, то Бог делает величие для нас. Он прославляет прославляющих Его. Он это делает. Мария в свое время тоже сказала вот эти слова, что Он сотворил мне величие. Бог прославил Марию. Но этому предшествовали многое. А самое главное – это ее смирение, ее доверие Богу, что она доверила себя всецело в руки Божьей. «Все, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Пусть Господь нам поможет, чтобы мы, разумея это тоже, доверялись нашему Господу, чтобы Он нас вел своим путем, и чтобы действительно мы говорили, «Господи, я в Твоих руках управляю мной, как воле Твоей угодно». Бог презирает, презирает – это значит заботиться, окружает милостями, щедротами тех, которые доверяются Ему. Пусть Бог нам в этом поможет. Давайте мы помолимся, прославим нашего Господа за то, что Он снова говорит нам эти чудесные слова, напоминает нам, и Он хочет, чтобы и в нас это тоже осуществлялось в нашей жизни. Аминь. Помолимся Богу нашему. Аминь. 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 Отче наш Небесный, мы благодарим и славим Тебя за Твою великую любовь, которой Ты возлюбил нас, что Ты послал мир Иисуса Христа для нашего спасения. Благодарим Тебя, что Ты восхотел посетить эту землю, и Ты это сделал, Господь, открыл нам Твою чудную волю, что Ты хочешь, чтобы все люди имели спасение, чтобы никто не погиб. Слава Тебе за это. Мы благодарим Тебя, Спаситель дорогой, что Ты совершил наше искупление. Мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя, Господи, что в Тебе мы имеем наше спасение и утешение душам. Благодарим Тебя, что Ты, Бог, видишь и нас. Ты видишь каждое сердце, которое стоит перед лицем Твоим. Помоги же нам смиряться под крепкую руку Твою, доверяться Тебе всецело Иисус за рукой, дабы Ты управлял нашей жизнью, как воле Твоей угодно, чтобы Ты вел нас Твоим путем. А нам помоги быть послушными овцами Твоими, внимать голосу Твоему и делать то, что угодно Тебе. Помоги нам, Господь. Благослови нас всех склоненных у ног Твоих. Мы молим Тебя, помоги, чтобы сегодня блага и весь любви Твоей достигла всех людей на земле, чтобы все услышали Твоем искуплении, Твоей жертве, которую Ты совершил за каждого человека, и чтобы приняли Тебя и последовали за Тобой. Помоги, Господь, в этом. Мы Тебя славим. Тебе поклоняемся, любящий наш Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Пусть всегда город мой и моя стена На скале будет основана. Город мой, есть душа, А вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, Мой Господь, моя скала. Бог творец, ты создал этот город сам, На скале ты его основал, Защитил крепко его стеной, И сказал, это есть город мой. Мой удел, мое царство навеки в нем Не отдам, не будет разграблен он, Обновлю я городскую стену, Защищу город мой, защищу. Город мой, есть душа, А вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, Мой Господь, моя скала. Мой Господь, моя скала. Город мой, город мой, Город мой, есть душа, А вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, Мой Господь, моя скала. Мой Господь, моя скала. Город мой, есть душа, А вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, Мой Господь, моя скала. Мы пели такой псалом, чтобы Господь научил нас и молиться, и научил нас любить. И вот стихотворение. Как много в мире разных слов, По смыслу разных, разных по значению, Но лучше всех звучит слово «любовь» И лучше всех его предназначение. Она надежду дарит для души, Врачует, как целительный бальзам, Звучит, как песня нежная в тиши, Дорогу открывает к небесам. Его не может разум наш понять, Никто из нас его не понимает. Но хочется нам жизнью объяснить, Что слово то собою представляет. То слово нам открыл Иисус Христос И показал его определение. Когда он на Голгофу крест понес, Любви в нем, отче, было воплощением. Он дал надежду для больной души, Открыл дорогу к вечным небесам. Врачует словом сердце он в тиши, Его любовь – целительный бальзам. Он умер, чтобы каждый на земле Мог в жизни это слово воплотить, Чтоб свет любви, сияющий во мгле, Мог каменное сердце оживить. Дай Бог нам это слово Так понять, как Иисус В своей безгрешной жизни, Чтоб каждый, кто нас видит, Мог узнать дорогу к небесам, К святой отчизне. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И на земле все тобой существует Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок На земле звучит Дима Торзок 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 Я хочу обратить внимание на первые слова из этой третьей главы 2-го послания апостола Павла к Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И дальше апостол Павел перечисляет, почему эти времена будут тяжкими. В чем тяжесть последних времен или последнего времени? И он обращает внимание на то, что не потому, что не будет денег, не потому, что будет жить на земле трудно материально, не потому, что будут какие-то другие условия, которые создадут тяжесть для жизни, а потому, что люди будут греховны. И он перечисляет некоторые грехи, которыми люди заражены. И от этого, что вот такие люди будут окружать детей Божьих, церковь, или вообще будут жить на земле, и живут они сегодня, и мы живем на этой земле, И от этого время будет тяжелым. Тяжело будет тем, кто в Боге. Тяжело будет тем, кто несут эту благую весть. Потому что люди не хотят принимать эту благую весть. Люди не могут понять, что эта благая весть звучит для них, для их блага, для того, чтобы их жизнь изменилась и стала другой, для того, чтобы им жить было хорошо, и для того, чтобы иметь вечность с Богом, с Господом. Вы знаете, апостол Павел здесь говорит непопулярные вещи. Обычно люди стараются говорить что-то хорошее. Особенно сегодня, сейчас, когда нам говорят, вы знаете, так много людей, которые находятся в депрессии, от этой тяжелой жизни, политика, экономика плохая, политика плохая. В нашей стране это очень популярно сегодня. Очень много об этом говорят. Президент плохой, то плохое, и многое плохое. И все так тяжело, и люди находятся, говорят, мы находимся в депрессии. И поэтому принято говорить что-то хорошее, чтобы как-то поддержать, ободрить человека, как-то приукрасить немножко вот то положение, в котором он находится, или даже его внутреннее состояние, чтобы ему было легче. Чтобы ему было лучше. И вы знаете, что люди в это верят. Что вот если не говорить о плохом, если говорить, что все хорошо, ты не переживай, ты на это не обращай внимания, все будет нормально, не так уж все плохо, как тебе это кажется. И люди верят, что это помогает. Помогает выходить из депрессии, помогает жить, быть веселее, быть радостней, меньше горевать и меньше тосковать. Апостол Павел здесь как раз говорит обратный. Он говорит более реалистичный, более справедливый, он говорит. Он показывает реальную картину жизни, реальную картину людей, которые живут и будут жить, он говорит, и в последние времена эти люди тоже будут. И здесь он перечисляет, какие эти люди будут, какими они будут. Он ничего здесь не скрывает, он ничего не приукрашивает и не пытается это делать. Он наоборот хочет показать человеку Божьему, в каком мире он находится, в каком окружении он находится, что и кто его окружает. Для чего? Для того, чтобы он был осторожным в первую очередь. Для того, чтобы он был бдительным и внимательным и помнил, среди какого окружения он живет. И он говорит, знай, знай. То есть мы должны знать. Апостол Павел переживал о братьях того времени, о церквах и особенно о служителях, чтобы они знали, в какое время они живут, чтобы они знали, кто их окружает, чтобы они знали, что реально происходит в этом мире, в церкви и вокруг этих же служителей, этих людей. В данном случае он говорит, знать то, что мир греховен. Знать то, что ты живешь среди мира, в котором царствует грех, властвует грех. Грех окружает тебя, и ты должен это знать. Для того, чтобы поступать правильно, для того, чтобы действовать правильно, для того, чтобы строить правильно христианскую жизнь, нужно знать. Нужно знать реальную ситуацию, где ты находишься. Нужно знать, что тебе нужно делать. И благодаря тому, что ты знаешь, ты начинаешь действовать, начинаешь строить что-то, начинаешь что-то делать. И имеешь осторожность к тому, что негативно может влиять на тебя, что негативно может влиять на твои действия, на твою работу, на твое служение, на твою жизнь и на твой труд. Злые же люди будут преуспевать во зле, говорит апостол Павел Ты знай, что мир греховен, это первое А второе, ты знай и о том, что вот эти люди злые, которые тебя окружают Вот эти греховные люди, они будут преуспевать Они уже есть, они тебя окружают, они уже проявляют в своей жизни зло И это еще не все, это еще не конец этому растлению, этому злу Эти люди будут преуспевать, ты это должен знать Он говорит ему, как служителю, молодому служителю Что ты находишься в этом окружении, и это не будет улучшений А наоборот, эти злые люди, они будут преуспевать Мы с вами живем, братья и сестры, в окружении таких же людей Мы живем с вами среди этого зла, среди этого развращенного Греховного мира И второе, как здесь говорит, пишет апостол Павел Оно не останавливается, это зло А эти злые люди преуспевают Вы посмотрите, принимаются какие-то все новые и новые законы Новые решения, в плане того, чтобы дать как можно больше возможностей Этим злым людям преуспевать, этому злу преуспевать Зло как-то приукрашивают Грех пытаются приукрасить и сказать, это не так уж плохо Это не совсем плохо, и это люди, и это люди И вы имеете право на существование, на свое мнение Имеете право на свои какие-то истины И они имеют право на свои какие-то истины, на свои права И сегодня нам напоминает постоянно А вы что, забыли, что мы с вами живем в эпоху постмодернизма? Где каждый сам себе выбирает истину Я так понимаю, я так мыслю, это моя истина Он так понимает, он так мыслит, это его истина И никто не имеет права посягать на чью-то свободу Мы все равны, мы все свободны, мы живем сегодня в свободных странах Что это? Это как раз то, что говорит здесь апостол Павел Что злые эти люди, они будут преуспевать И зло это будет распространяться Расширять будет свои пределы, оно будет увеличиваться Да, действительно, Павел здесь говорит очень реалистично Он очень реально, может быть, не популярно Но реально показывает ситуацию В которой тогда жили братья церкви И ситуацию, в которой мы сегодня живем Если он тогда говорил, что они будут преуспевать То представьте себе, сколько уже прошло времени Этот грех постоянно преуспевает Дьявол, он не спит Он, к сожалению, бодрствует Он действует Если тогда это зло было уже в какой-то полной мере И он говорит, что они будут преуспевать Они преуспевают Это зло увеличивается И вот сегодня К нам Это слово обращается Знайте Знай Человек Божий Служитель Божий Дитя Божье Знай, в каком мире ты живешь Знай Не прельщайся от того, что мир тебе предлагает Это предлагает много И кажется часто нам что-то хорошее даже Понятно, мы не смотрим туда, где явно виден грех Но мы смотрим часто туда, где нам не виден в начале грех Где оно все прикрыто, завуалировано как-то И мы обращаем на это внимание И мы где-то, может быть, и прикасаемся к этому И, может быть, что-то и принимаем для себя И сегодня много в церквах есть разных проблем и трудностей Как раз связанных с этим Что мы, как члены церкви, мы люди Мы живем же в этом мире И если мы не до конца знаем реальность этого мира Где мы находимся Какая опасность может произойти Или как опасно находиться вот там Не зная до конца того, что происходит И, конечно же, тогда нам трудно бодрствовать Мы к чему-то прикасаемся Мы вращаемся среди этих людей Мы с ними общаемся И где-то что-то и принимаем А потом, когда начинаем разбираться И понимаем, что это не то, за что выдавали Что это не то, что мы покупали Это не то, что мы принимали Не то, что мы брали Конечно, мы начинаем каяться Конечно, мы понимаем, что это неправильно Но мы уже его взяли Мы уже его внесли в семью свою Мы уже его внесли в церковь И вот апостол Павел говорит Знай реальность этого мира Реальность этого греха Опасность этого зла, который тебя окружает Знай для того, чтобы бодрствовать Знай для того, чтобы правильно строить свою жизнь Знай для того, чтобы смотреть на Христа Смотреть, исследуя Священное Писание А Господь нас учит через Слово Божие Не только, чтобы мы видели, что происходит в этом мире А Он показывает нам и выход Ведь здесь нет трагизма такого Здесь нет тупика Апостол Павел показывает и выход Да, Он говорит, знай, какие люди тебя окружают Знай, что это зло будет преуспевать Но Он и говорит, что нужно делать И первое, что Он говорит Таковых удаляйся То есть мы часто вступаем в какие-то споры Мы часто пытаемся что-то доказать Мы часто пытаемся что-то выяснить Кого-то в чем-то убедить Апостол Павел не советует здесь так поступать Тимофею как молодому служителю Он говорит, таковых удаляйся То есть если ты видишь явно, что здесь грех Если ты явно видишь, что ты попал в общество людей Где грех И где они будут руководить тобой Если ты это видишь, если ты это чувствуешь Что нужно делать? Первое, это просто удалиться Нужно избегать вот этих сомнительных компаний Вот тех обществ Которые могут завлечь, затянуть людей Особенно это касается молодых людей Им очень трудно разобраться И не всегда они могут понять Вот им кажется, что это их друзья Им кажется, что это хорошие общества Вроде бы нормальные Вроде бы ничего плохого они не делают Но апостол Павел предупреждает Что это люди, которые не знают Бога Они уже греховны И вот этот грех он распространяет Не распространяет вокруг себя Этот грех и это зло Если ты, молодой человек, попадаешь Вот в это общество Помни, что это общество греховное Это не то общество, в котором ты можешь Чувствовать себя комфортно, как христианин Как духовный человек Твой дух, твоя душа Она будет томиться в этом обществе Потому что ты привык К другому уже обществу К другим общениям Там, где собираются дети Божьи Там тебе легко Там тебе комфортно Там тебе хорошо Там ты отдыхаешь И сердцем, и умом, и душой И там ты можешь развиваться Там ты чувствуешь себя, как говорят, в своей тарелке Тебе здесь хорошо И мы испытывали сами в свое время такое Когда ты попадаешь в какое-то общество И какое-то время ты там задерживаешься Ты понимаешь и чувствуешь, что это что-то не твое Ты понимаешь, что кажется даже, что на тебя все смотрят А, собственно, никто не смотрит Но тебе кажется, что все на тебя смотрят Что тебя уже вычислили Что ты не из их компании Что ты не свой там Что ты другой человек Вот в такой ситуации Апостол советует Удаляйся от таковых Мы должны помнить, что Дружба с миром Это как раз то, что не дает нам Возможности дружить со Христом И Слово Божие говорит Кто хочет быть другом миру Тот становится врагом Богу Это пишет Иаков Мы живем в мире, друзья мои Господь нас оставил Но нельзя, чтобы мир жил в наших сердцах Чтобы вот это мирское Вот это злое Поражало нас Нашу жизнь Наше сердце Нашего внутреннего человека Нашу духовность Мы должны помнить Что если мы находимся В окружении этого зла То все, что мы должны делать Это не соединяться с ними Для того, чтобы войти в доверие Как некоторые считают Что нужно быть с ними Как можно чаще Войти к ним в доверие Чтобы они тебе начали верить Доверять И таким образом Потом я смогу им что-то сказать о Боге Я думаю, что это неправильный путь Апостол Павел здесь не так говорит Он говорит Если ты видишь, что ты попал в такое окружение Ты просто удаляйся от таких сообществ А что нам нужно делать? А нам нужно нести им благую весть И для того, чтобы нести им благую весть Нам не нужно соединяться с этим обществом Нам не нужно входить в доверие в этом обществе Мы никогда не войдем в доверие Никогда Потому что мы разные Потому что мы другого духа У нас совсем разные основания У нас уже основание наш Христос, Господь У нас Дух Божий И они всегда будут вычислять нас И понимать, что мы не их люди И мы будем всегда чувствовать И понимать, что это не наше общество И поэтому для того, чтобы им засвидетельствовать о Боге О Христе Нам абсолютно необязательно Входить в это общество И входить в доверие Располагать этих людей к себе Вы знаете, что Слово Божие Их никогда не расположит К нам И мы не расположим Только тогда они расположатся к нам Когда они, услышав Слово Божие Покаяться в своих грехах Когда произойдет рождение свыше Тогда, когда Бог их внутренность И их природу изменит Тогда они станут как мы Тогда они станут христиане Тогда они станут детьми Божьими Тогда они войдут в нашу божественную семью В которую нас Господь Бог ввел Вот тогда мы сможем с ними иметь Хорошие, глубокие и близкие отношения До тех пор, пока Слово Божие не произведет И Дух Святой не произведет в них Свою божественную работу Мы никогда не сможем с ними быть В одном направлении Мы никогда не сможем Чувствовать себя хорошо В окружении таких людей Очень многие люди Сегодня думают, что Мы сильны У нас есть сила Для того, чтобы побеждать грех Побеждать зло Поэтому мы можем Действительно входить Вот в такие сообщества Быть в этих обществах И там проводить божественную работу У нас не настолько много силы Наших сил Да, сила есть у Бога Сила есть у Христа Есть божественная сила Которой мы с вами пользуемся Но сами по себе Мы не сможем устоять В любом обществе Которое не является Божественным или Христовым Поэтому первое, что Нужно удаляться Удаляясь от них Не забыть их Не бросить их А удалиться для того Чтобы приготовить себя Для того, чтобы понести К ним весть спасения Чтобы понести им Благую весть Второй момент Нужно нам последовать Советам мудрых людей И вот для Тимофея Ярким, положительным примером Был апостол Павел Это действительно Духовный наставник был Учитель Как духовный отец И он говорит Павел Тимофею А ты последовал мне В учении Житии Расположении В вере Великодушии Любви Терпении Павел пишет Подражайте Братьям мне И смотрите на тех Которые поступают По образу Какой имеете В нас Это пишет он уже Филиппийцам В третьей главе Подражайте тем Которые верою И долготерпением Наследуют Обетование Помните наставников Ваших Которые проповедовали Вам Слово Божие Подражайте В вере их Евреям В тринадцатой главе Мы читаем Смотрите Им нужно Еще много Читать Из священного Писания Таких наставлений Где Слово Божие Учит нас Подражать В вере тех Которые прошли Или шли Впереди Нас Это апостолы Ученики Иисуса Христа Это из Ветхого Завета Святые Мужи Божьи Их тоже было Достаточно И у нас Есть пример От тех людей Как они Жили Как они Прошли Вот свой Земной Путь Угождая Богу Угождая Господу И эти Примеры Нас Могут Учить Как нам Жить Как нам Строить Нашу Христианскую Жизнь Как нам Строить Наши Отношения С Господом И конечно же Друг с другом И Следующий Момент Пребывать В учении Апостол Павел Советует Подражать Вере Тех Наставников Подражать Его вере В данном случае Он говорит Тимофею Потом он говорит Пребывать В учении Ты научен Он ему говорит Ты пребывай В том Чему научен И что тебе Уверено Зная Кем ты научен Ты из детства Знаешь Священное Писание Братья и сестры Это к нам Это мы Мы научены Христом Духом Святым Словом Божиим Наставниками Нашими Проповедниками Служителями Которых поставил Господь Для того Чтобы нас учить И мы знаем Священное Писание Мы знаем Многие С детства Знаем Истину Божию Слово Божие И знаем Правильные пути Для того Чтобы идти Этими путями Для достижения Царства Небесного У нас есть Книга Святая Библия Которую мы Всегда можем Открыть И Поучиться И узнать Получить ответ На любой вопрос Который нас Интересует Кто-то сказал Что если вы Откроете Библию У вас Откроются глаза Вы знаете Вы знаете Очень часто Дьявол Закрывает Наши глаза И как я уже Говорил Что мы Находимся В окружении Зла И другой раз Мы этого Не видим Мы этого Не понимаем Что мы уже Попали Не туда Где мы Должны быть Мы уже Не там Что здесь Опасно Мы не видим Часто опасности Это очень часто Так происходит И в физической жизни Очень часто Так происходит Когда люди Особенно на опасных Работах находятся Они привыкают К этому Электрик Привыкает К электричеству Водитель Привыкает Уже К скорости К движению К дороге И так далее Когда он Начинает Там только Работать Нести Свою службу Он переживает Он боится Он контролирует Себя Каждый свой шаг Каждое свое движение Но он потом Привыкает И он Теряет Остроту Вот этой опасности Вот этой Внимательности И мы Как духовные люди Как дети Божьи Как христиане Тоже с годами Нашей жизни Я помню себя Когда я только Покаялся Пришел к Господу Я действительно Боялся Сделать шаг Влево Шаг Вправо Я старался Читать Священное Писание По каждому Случаю Моей жизни Я приходил К старшим братьям К служителям По возрасту старшим И спрашивал А как здесь поступить А как здесь А что нужно теперь делать А как А как потом Я каждый шаг свой Проверял И выяснял Правильно ли я Иду за Господом Но прошли годы И мне кажется Что я уже много знаю Может быть я со многим Уже смирился Что-то я уже Где-то усвоил Для себя А на что-то просто К чему-то просто Уже привык И находясь в этом мире Мы тоже Может быть Свыклись уже С тем Каков он Есть этот мир И может быть Не замечаем Не чувствуем Вот этой Греховности Настолько Насколько Она есть На самом деле И поэтому апостол Павел Говорит Что мы должны знать Где мы находимся Для того Чтобы правильно жить Для того Чтобы правильно строить Нашу жизнь Мы должны знать Мы должны бодрствовать Мы должны всегда понимать Что мы находимся В опасности Каждый день Каждый час И каждое мгновение Потому что дьявол Он выискивает Любую слабиночку В нашей жизни Христианской жизни Где-то мы только Что-то где-то упустили Где-то не пободрствовали Он уже тут как тут Он уже нас нашел А потом А потом мы плачем А потом мы каемся А потом мы исповедуемся А потом мы просим прощения А потом болит сердце А потом мы тоскуем И это так часто происходит В нашей жизни Поэтому апостол говорит Что лучше Чтобы вы знали Где вы живете Где вы находитесь Кто вас окружает Какие люди Как зло преуспевает сегодня Для того чтобы бодрствовать В этой жизни Господь Господь сегодня хочет Чтобы мы с вами Стали на Правильный Путь Шли по этому Правильному пути Прославляли Нашего Господа И Несли Благую весть Этому миру Несли благую весть Для тех людей Которые нас окружают Будем молиться И прославим Господа Аминь 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 Продолжение следует...